Здравствуйте! В рамках стратегии развития Сибири разработаны предложения по реабилитации участников специальной военной операции. Председатель Совета Межрегиональной Ассоциации «Сибирское соглашение» Сергей Цивилев после подведения итогов Международной научно-практической конференции по развитию производительных сил Кузбасса отметил, что данная конференция в скором будущем выйдет на новый уровень. А теперь мы готовимся к такой же конференции по изучению производительных сил Сибири. И на базе этой конференции, по результатам этой конференции, будет разработана унесена корректировки в стратегию развития Сибири. Основной вопрос заседания – создание условий для реабилитации участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Площадки для реабилитации участников СВО уже определены – ФОК «Металлург» в Белове, Ледовый дворец «Кузбасс» и спорткомплекс «Кузбасс-Арена» в Кемерове, Прокопьевский техникум физической культуры, а также региональный центр спортивной подготовки «Кузбасса» по адаптивным видам спорта в Новокузнецке, который был признан лучшим России объектом адаптивного спорта. Вовлечением участников в занятия физкультурой и спортом занимаются также аккредитованные региональные спортивные федерации. Кроме того, «Кузбасс» стал первым регионом России, где в августе прошли межрегиональные соревнования Кубок защитников Отечества среди ветеранов спецоперации. Еще одним вопросом стала концепция подготовки и проведения спорта-киады народа в Сибири. Также на заседании обсудили организацию участия сборной команды Сибирского федерального округа в играх «Дети Азии», которые пройдут следующим летом в Якутске. Продолжается прием заявок для участия во Всероссийской муниципальной премии служения. Главы городов, муниципальные служащие и депутаты, представители территориального общественного самоуправления могут претендовать на первую Всероссийскую муниципальную премию. Ее учредили по инициативе президента России Владимира Путина. Основная цель – определить те муниципальные практики, которые действительно помогают жителям городов и сел решить актуальные вопросы и поощрить тех, кто такие проекты инициировал. У нас создан оргкомитет, который содействует в подготовке заявок. Мы определяем различные проекты, интересные проекты, которые действительно стали значимы за последние три года в Новокузнецке и помогли решить ряд вопросов для населения. И мы, соответственно, нашей комиссии предлагаем, помогаем такие проекты, таких людей подавать и номинировать на премию служения. Уже сейчас на конкурс подано более 800 заявок от муниципалитета в Сибири. Новокузнецк участвует и уже отправил часть заявок. Формируется еще один пул успешных проектов, которые в нашем городе уже опробированы. Например, известный конкурс, который называется «Бизнес-признание», который получил свое начало именно здесь, в Новокузнецке, инициирована администрация нашими муниципальными служащими. Мы уверены, что этот проект будет в числе участников этой номинации, и как раз те муниципальные служащие, которые формировали это управленческое решение, и этот проект будут представлены. Также, например, проект по взаимодействию с некоммерческим сектором, проект про идеи. Заявки должны быть отправлены до 13 декабря. Затем часть проектов отсеет конкурсная комиссия. Определять победителей будут в том числе народным голосованием. Вручение премии состоится уже в январе. Некоторые семьи с детьми будут получать меры соцподдержки по-новому. С 1 ноября изменился 75-й областной закон. Из него исключили часть получателей льгот. Это оказались одинокие матери, неполные или малообеспеченные семьи. Право на пособие по региональному законодательству сохранили лишь для двух категорий семей. Это семьи, воспитывающие детей инвалидов и семьи, воспитывающие детей с ВИЧ-инфекцией. Фиксированная сумма будет 1000 рублей без доходов. Соответственно, все другие категории, которые являлись получателем ранее, сейчас утрачивают силу права на получение этой меры соцподдержки с 1 ноября 2023 года. Однако беспокоиться не стоит тем получателям пособия, которые ранее были включены в список. Они имеют право на единую выплату на ребенка, которая оформляется через Социальный фонд России. К тому же за ними сохранятся муниципальные льготы. Единственное, изменится документ, на основании которого они будут их получать. Речь о бесплатном питании в школе и 50-процентной скидке за детский сад. Если многодетная семья на основании справки о получении мер соцподдержки по 123 закону через органы соцзащиты, они продолжат получать эти меры соцподдержки в детском саду и в школе. Либо семья, если малообеспеченная, просто оформляет государственную социальную помощь по 140 закону, получает уведомление и на основании этого уведомления комитет образования и науки предоставляет меры соцподдержки в детский сад, либо в школу. Специалисты сообщают, что если раньше пособие на ребенка в размере 1 тысячи рублей согласно закона получали 7 тысяч семей, то теперь осталось лишь 2,5 тысячи, воспитывающие детей с инвалидностью. Новокузнецк традиционно проводит акцию «Рождество для всех и каждого». Первой площадкой исполнения детских желаний стал торговый центр в Центральном районе. Дети-сироты, воспитанники детских домов и интернатов написали Деду Морозу свои желания на открытках, которые разместили на елках, установленных в торговых центрах нашего города. Любой желающий может снять с дерева открытку и исполнить мечты маленьких новокузнечан. У нас планируются такие елки во всех торговых центрах, порядка 8, в крупных торговых центрах, порядка 8 таких елок. Поэтому мы приглашаем всех наших горожан стать добрыми волшебниками и подарить ребенку счастье. Одним из первых волшебников стал посетитель ТРЦ Сергей Маркин. Он обратил внимание на открытки ребят и исполнил желание девочки, мечтающей петь. К Новому году заветное желание сбудется. Она получит портативный микрофон с колонкой. Если есть возможность, почему нет? У меня есть небольшая возможность. Я представляю, все были детьми, все любили получать подарки. Тем более подарки, которые ты хочешь, а не куртку от брата. Мне кажется, это очень приятно. Благодаря неравнодушным горожанам исполняются сотни желаний. На каждой елке работают волонтеры, рассказывают посетителям подробности об участии, а затем передают собранные подарки адресатам в детские дома. Акция продлится до 31 декабря. Адреса торговых центров участников акции, где вы можете исполнить желание ребенка, вы видите на экране.